Теперь я отправляюсь через мост в заречную часть города. И сразу за мостом можно видеть восстановленную церковь Ильи Пророка. Она была построена в 1881 году на площади Ильинской при въезде в город у моста. На средства наследников, фабрикантов Павла Дмитриевича Кокушкина. Колокольня, ограда, сторожка были построены в начале 20 века. Храм был построен из красного кирпича, но в 1910 году его оштукатурили. Это изначальный вид Ильинской церкви. Посмотрите, как выглядела когда-то Ильинская площадь в церкви. Ныне площадь революции, а за мостом возвышается храм монастыря, про который я рассказывала в предыдущей части. В 1924 году храм закрыли, колокольню и купол снесли, а в церкви разместили кинотеатр «Безбожник», фабричный клуб. В 2009 году он вновь стал храмом. Раньше здесь все было заполнено, было перекрыто, а сейчас можно свободно обойти все кругом и посмотреть. Работы еще продолжаются. Дел еще тут много. А я иду дальше, по прекрасной площади, к железнодорожному вокзалу, перехожу через мост над путями и попадаю в частный сектор. А здесь земская больница. Она же инфекционная, но сейчас здесь царит запустение. Построена она в 1866 году. В комплекс ходила Элипсийская церковь, изведенная в 1887 году, на средства купца первой гильдии Новикова. Как и другие храмы, он был закрыт в 30-е годы, и лишь в начале 90-х годов храм снова открыли. И сейчас он радует нас своим обликом. Вот она, красивая Элипсийская церковь, которая находилась при этой больнице. Ее недавно начали реставрировать. Подойду поближе. Вот и ворота. Но в них я не пойду, а зайду здесь и посмотрю на нее со стороны. Очень красиво все обустроили. Церковь очень красивая. Налюбовавшись, можно идти дальше. Иду вдоль железной дороги, мимо частного сектора, к заречному кладбищу, где возвышается Возенсенская церковь, также отреставрированная совсем недавно. Сначала при кладбище в 1884 году была возведена часовня в честь Вознесения Господня. А спустя 18 лет заложили каменный храм на месте бывшей часовни, освященный в мае 1908 года. Это один из последних храмов, возведенных перед Октябрьской революцией. Храм большой, имеет необычную форму и богатое внешнее оформление. В 1940-х годах храм закрыли. В нем оборудовали зерновой склад, а затем цирк Шуйского хлебокомбината. Внутри было все уничтожено, а снаружи изуродовано различными постройками. И лишь в 2008 году его начали восстанавливать. Храм выглядит весьма привлекательно. Сразу хочу сказать еще об одной кладбищенской церкви, Успенской, на Осиновой горе. Туда я не ходила, поэтому фотография. Находится она на выезде из города Шуя в сторону Нижнего Новгорода, слева на высоком холме. Церковь деревянная, построена в 1997-98 годах. Посмотрев на Вознесенский храм, я свернула в частный сектор. Здесь, на 1-й Гриткинской улице, среди домов, стоит маленькая часовня во имя пророка, предтечи и крестителя Иоанна. Миниатюрное сооружение, дышащее памятью веков, сооружено в 1814 году. 200 с лишним лет назад. Высотой оно где-то 2,5 метра, двухъярусное, окошечко, внутри иконы, подсвечники для свечей. Когда-то на этом месте было небольшое поселение, домов в 14. Располагалось оно на обочине почтовой дороги из шуи в село Иваново. Большая церковь была неуместна. Ну, должно же быть что-то, где можно прикоснуться к святыне, пообщаться с Богом. Несмотря на свой солидный возраст, часовня находится в прекрасном состоянии. Я иду по живописному месту через ручей Сеха мимо Никольского источника Преображенской церкви, которая находится на мельничных улицах. Построен храм в 1636 году до 17 века село Мельничное это вотчина князей Шуйских в 19 веке поместье декабриста Шимановского. Ныне входит в черту к городу. Храм стоит на склоне холма и огибает его маленькие речки Сеха и Мотовилиха. В 17 веке на этих речках стояли мельницы. Отсюда и название улиц. На старинном кладбище при церкви есть надгробие неизвестных княгинь с полустершими надписями. Также в связи с церковью есть упоминания о подземных ходах времен князей шуйских. Храм был закрыт в 30-е годы но снова открылся в 40-е и до начала 90-х это был единственный действующий храм в городе Шуя. Здесь крестились мы с мужем и наши дети. Вот и подошло к концу мое путешествие по Шуе от храма к храму. Мне было приятно гулять по городу любоваться храмами снимая это видео. Я много узнала нового о истории этого старинного уютного городка в котором я живу уже много лет. Всем пока и до новых встреч! до новых встреч! до новых встреч!